Так, следующая песня, хочу новую, Саню, вот мы еще не пели ее. Ну вот, может быть, Света пела, кстати, Ярослава, «Голымба» называется песня. Лена, что-то зависло, Лена, не слышно было? Лена прям совсем зависла. Так, песня «Голымба» на 19-й страничке находится, сейчас я ее дам. «Голымба» на 19-й страничке находится, сейчас я ее дам. Я не слышно было, что-то хотела сказать. Я хотела услышать ваше дуэтное пение. Ну, извините, дуэтное пение, даже я не слышала, я ее слышала, как у Света. Соли, интересно, да. Эта песня, эту дуэтную можно только на каком-нибудь фестивале. Если вдруг где-нибудь в Питере можно будет встретиться. Так, значит, смотрите, песню я послала, песня «Сазаков Некрасовка». Это из тех танков, которых песню мы пели один из предыдущих разов. Раз, вернее. Про снежочки. Вот эта песня вообще, она настолько многомерная, что ее там, я не знаю, сколько лет можно разгадывать. Здесь одновременно идет несколько планов. Смотрите, голымба, с одной стороны, это, как бы, голь, ну, такой, да, бедный человек, которого у Николая не двора. С другой стороны, вот это само слово, само звучание голымба, оно в кожах глыбы, да, что-то такое мощное, монументальное. Голое, то, что у человека ничего нет, и это еще одновременно символ того, что они, символы не привязаны к человеку, ну, в принципе, в других песнях так вот проигрывается, что вроде все есть, а вроде, в общем-то, ты не привязана ни к чему. Голымба, Николая не двора. У голымба только горинка одна. Вот тоже интересно, горинка. Мы тут, кстати говоря, текст дается на очень таком языке, для нас не очень комфортно, мы будем все-таки на современной ласке. Горинка, мы не сможем только, голымба только горинка одна. Он, кстати, по современному русскому выглядит. У голымба стала быть точеные, как анучи, поволоченные. Это тоже, я не успела переделать современные русские, так вот у меня был в этом форме, и так он остался. Вот, вроде бы как голымба ничего не имеет, да, и тут вдруг у нас, смотрите, что там происходит там дальше, да, белый горючий камень лежит. Среди двора, середи двор, тоже надо справа переделать, но пока так, будет, ладно. Смотрите, белый горючий камень лежит, вот под камушком быстро речи собежит. Это уже камня лотерея, и это нефический такой камень, у ведов, вот он здесь, да, это камень, он даже не на земле вообще, да, это камень в пространстве, это такой волшебный такой камень, и там происходят там всякие разные события около этого камня. И, опять же, здесь еще есть такой интересный образ, среди двора. Двор – это вот нечто такое вот круглое, и камень, вот ничего не напоминает, да. Шива Лингомо, знаете, да, вот видели, наверное, в индуистской церкви, там прямо конкретно такой образ, он такой маленький, а тут вот то же самое, только вот казачьей такой стороны. Ну, середи двора – это белый горючий камень, как мусское, а двор, как-то такое, да, защищенное пространство, это как женская энергия. И быстро речушка бежит, когда соединяется мужское и женское, появляется энергия, появляется жизнь. Вот это вот речушка, да, это как энергия пошла. В речушке студенушка появилась, в студенушке немножечко людей. Это уже как бы вот то же ощущение, что человечество пришло на землю. Сразу, сразу, и семь человек, семь человек в психотерапии – это минимальная группа, которая объединена. После семьи начинается, говорит, деление на подгруппу, а вот после семьи человек – это единый коллектив, может быть. Ну и опять же, да, вот семь – это тоже такое сакральное, такое некоторое число. Ну, семья, например, там, да, а что такое семья? Ну, кстати, эту песню тоже первый раз пели, чтобы вчера на группе, на живой, там, такой, девушка под одной такой интересной интерпретацией, смотрите, семья. Не важно, сколько в семье человек, детей, вернее, не важно, но вот я себя ощущаю, например, я, у меня есть папа-мама, и с каждой стороны еще по двое. У папы есть мама-папа, мама-папа. Вот мы все вместе, получается, единый. Строго, да? Вот. Восьмой атаманушек, десятый, девятый – Есаулушек. Там, на самом деле, еще есть песни, где еще и десятый вставай с ними вместе. Ну, надеюсь, заканчивается. Это уже идет, пошла уже иерархия. Уже идет, как бы сюда, такая иерархия, то есть не просто семь человек, а уже пошел там атаман, Есаул, всегда командир, его помощник. А потом вдруг все это песня, да, девка стояла у ворот с молодцом, красавица говорила с удальцом, перестань другую компанию походить, пустые речи говорить. Пустые, невольные словеса. Ну, здесь речь о том, что надо вообще не разбогаривать свою жизнь, там, да, вот на такую, на пустоту, а если уже говорить, то говорить что-то такое серьезное, мы знаем. Невольные словеса. То есть, получается, что когда мы говорим «пуст», 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 «пуст» по словам, ну, непонятно, в чем такое зерунье. Здесь воли нет. Есть воли только тогда, когда мы говорим о словном. И опять-таки, когда перескативание, доставался второму кусота, к чему, куда, вот, ну, это вот надо будет еще все разгадывать. Второй муж недогадливый был, нахаживал на улицу гулять, и, скорее всего, тут еще должны быть какие-то слова, которых в данной интерпретации нет. Но, тем не менее, песня, поскольку мы все равно с вами сможем. Там есть тоже особое состояние у этих песни. Так что, сейчас я тебя найду. Даю мотив. Мотив необычный такой. Ой, голыма, ба ты, голыма, бушка моя, У голыма бы ни кала и ни двора. У голыма бы ни кала и ни двора. У голыма бы только горе на ка дна. У голыма бы, но я пока сейчас немножко замедляла чуть-чуть, но, как бы, мы словили мотив. Можно никогда не сейчас ответить. Так. Вообще, на эту песню есть определенный шаг хоровода. Она очень красиво так выглядит. Ну, пока сейчас этим не нужно заниматься. Ну, пока ее так пропоем. Вот эта там мелодика очень ритмом завораживающая. Сейчас тут пока слойте его, потом тоже в середине почувствуете, как он там играет. Ну, давайте. Ой, голыма, ба ты, голыма, бушка моя, У голыма бы ни кала и ни двора. У голыма бы ни кала и ни двора. У голыма бы только горе на ка дна. У голыма бы только горе на ка дна. У голыма бы стала бы тученые. У голыма бы стала бы тученые. Как ночи оболоченные. Середи двора белгорючками не лежит. Из-под камушка быстро речушек обежит. А по речушке студенышек облывет. А по речушке студенышек облывет. Аптуденышек и немножечика людей. Аптуденышек и немножечика людей. Согу�ся вот только семи человек. Согуся вот только семи человек. А восьмой сатаманушек, А восьмой сатаманушек, А девятые сатушек, О девятые сатушек. У ворот детка стояла с молотом, У ворот детка стояла с молотом, Красавица говорила с удальцом, Красавица говорила с удальцом, Перестань друг варкома, панье сухови, Перестань пустые речи говорить, Все пустые, невольные славица, Все пустые, невольные славица, Доставалася старому красотам, Доставалася старому красотам, А старой муж недогадоливый был, А старой муж недогадоливый был, Он не хаживал на улицу гулять, И меня младу не пущивал, Ах, как пустит, то во вслед за мной идёт. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше же она Александровна Диплом Субтитры создавал DimaTorzok Неплесен на DimaTorzok по стороне. В какой-то момент мне почему-то захотелось за нее взяться, и она прям сейчас звучит и звучит. Очень необычная песня. И по ощущениям это очень древняя песня, прям реально прям древняя, прям древняя-придревняя. Лена, что-то сказать есть, нет? Галя, у меня сильно зависает компьютер, вот ощущение такое, что закручивает, я записала там в чате, как заговор какой-то, ну как вот, когда заговаривают от каких-то там неудач, порчи и всего прочего. То есть смысл здесь начисто как бы убирается, и нет возможности, настолько он разноплановый, что только вот собирается именно вот ощущение вот этой силы какой-то, которая в тебя вливается и наговаривает, и наговаривает, все, все, давай, все будет хорошо. Слушай, интересно. Ну вот да, ты знаешь, что правильно сказал, что песни вообще, вот это как бы ум заморочу там, да, закручу, кручу, верчу, обманусь, хочу вообще-то, да, ты чё-то одно, второе, третье, непонятно вообще о чём, а состояние есть. Да, состояние такое прям, да, вот это вот опять же, вот это вот вселенское окружение, да, мощное, да, оно есть, оно внутри, вот оно расширяет очень сильно пространство. Нужно ещё продумать там, да, куда с этим пространством, потому что это, да, это не состояние чёрного ворона, не состояние вот этого мороза, это какие-то более, ну, вот именно на вселенском уровне таком, то есть там с другого масштаба идут уже ощущения. Ну, в общем, классно. Да, Надежда, есть что сказать? Ну, я почему-то подумала, что это вот голымба, как будто душа, и именно вот тут какая-то свобода, вот песня «Свобода» прямо на расширении, да, расширении, глубина вот такая прямо вот, у меня как свобода. Знаешь, тоже хороший момент, потому что вот эта голымба, да, это как голый человек, да, то есть вот, и он, опять же, мотив непривязан, да, ни к чему. Опять же, смотрите, мы сюда же приходим, голые, да, и уходим, голые, то есть мы тут попользовались, чем-то ушли, как пришли. И вот, видимо, да, здесь вот этот мотив, видимо, вот он тоже какой-то, в общем, один из мотивов, вот эта душа, и глыба, и голая глыба, в общем, очень красивая. Она как будто такая большая-большая, ну, вот необъятная, то есть как вот, ну, как душа, она ведь как вселенная, скажем, и вот она именно вот вообще такая вот, вот об этом. Смотрите, какая песня вообще, да, вот, необычная, очень необычная песня, классная. В общем, будем ее время-то времени петь, пропевать, так же, тоже, что-то здорово. Так, Лена, о лучах.